Привет, меня зовут Полина, и я начинаю свой новый влог. Сегодня среда, и сейчас я поеду на рисунок. У нас, соответственно, сидит там модель, такой мужчина в возрасте, харизматичный, с трубкой. Но, наверное, мне будет не очень комфортно там снимать, поэтому, возможно, я сниму процесс. Но что-то прям показывать, разговаривать не знаю. Посмотрим, как пойдет, и надеюсь, что все пройдет отлично. Ищу кнопочки, мне сказали, они вот тут. О, черные, по феншую. Эй, фокус, ты чего? А зачем мне две? Мне одну хватит. Рисунок – это рассуждение. Первое, что не срисовывание, а рисунок. Главное, второстепенное – это не забывать. И конструктивно рисуйте. Я пыталась записать спидпейнт, но у меня, видимо, закончилась память. Так что не будет вам спидпейнта. Фара закончилась? Да. Фоточки, фоточки. Инстаграм. Фоточки, фоточки. Фортика. Рассуждение. Доброе утро, так сказать. Уже следующий день, и я сегодня, видимо, решила на пары не идти, скорее всего. Я решила, что я буду сегодня рисовать, монтировать. Я выгляжу не очень, мне бы надо привести себя в порядок, и мне бы нужно прибрать вот этот весь беспорядок. Я поставила себе супчик разогреваться, поэтому я сейчас поем, и после буду с этим всем разбираться, приводить себя в порядок. Просторный может быть этот столик. Не прошло и полдня, а я решила собраться с силами, и в итоге привела себя в порядок, чтобы снять нормально, адекватный ролик. И плюс, чтобы хорошо выглядеть, скорее всего, я и завтра так в универ пойду. Так как, вот как показала практика, такая укладка, которая сделана плойкой гофре, повторюсь, потому что другой плойки у меня нет. Та же самая техника, что и выпрямителем, то есть ты так закручиваешь и протягиваешь, только гофре. Я думаю, мои волосы не рады всему происходящему. Думаю расчесать вот это все, чтобы оно не выглядело где-то закрученное, где-то не закрученное. Надеюсь, что сейчас я хуже не сделаю. Ну, вроде бы хорошо. Я победила сегодняшний день. В общем, уже стемнело практически, уже сумерки на улице. И я сейчас поеду в Леонардо. Взять тем самым разбавителем, который я так и не нашла, чтобы сегодня специально для вас, в том числе, порисовать еще один эскиз. К той гигантской работе в масле, которую я буду делать. И в идеале бы сегодня еще поделать эскизы по рисунку, которые у нас обычно по вторникам. То есть где-то он примерно через неделю аж будет. Ну, чтобы заранее этим заняться. Потому что, ну как заранее, все равно сегодня, если набросая, то один или два. Их нужно очень и очень много. Поэтому в любом случае их нужно чуть ли не каждый день на протяжении всей недели делать, как говорил преподаватель. Но никто так практически не делает. Их нужно очень и очень и очень и очень. Их нужно очень и очень и очень. Их нужно очень и очень и очень. Смотрите, какое у меня есть чудеса. У меня есть чудесный, замечательный брелок. Он, правда, гигантский. Но меня, если честно, это нисколько не смущает. Я его цепляю прямо на телефон. У меня тут как-то у него распоролась лапка. И мне пришлось ее зашивать. Можете, наверное, заметить, что вот эта лапка немножко отличается вот от этой лапки. Но порой я его цепляю, потому что, когда ты кладешь телефон в карман, этот брелок болтается наружу кармана. И его можно убрать в карман, просто мне проще засунуть телефон, а брелок, чтобы был наружу. Снаружи, блин, подлинно, снаружи. И из-за этого можно дернуть за этот брелок незаметно и вытащить телефон из кармана. Поэтому я очень аккуратно стараюсь. И если так не надо выйти под контролем, то я его могу прицепить. А так, если очень часто таскаться, я по невнимательности могу его, собственно, оставить снаружи. И все, и конец будет моему телефону. Я уже собралась, я уже полностью готова. Уже не то, чтобы сумерки, уже прям конкретно так стемнело, пока прибиралась, мыла посуду, одевалась. Ну, ничего страшного, главный магазин работает, так что все хорошо. Ну, как бы да. Ну, я думаю, понятно. Здесь вы можете заметить 714, это мы писали мальчикам наш номер комнаты, чтобы они знали, куда идти и что. Ну, и эта надпись была написана красной помадой, просто за полгода, даже больше, она уже вытвела и стала белой. Все, я прибежала, и вечером я решила себя порадовать. Думаю, роллы для этого самые то. Да, чисто, красиво, аккуратно, все дворцы почищены, хорошо. Ага. Вы, Владимир, приехали, как-то что-то... Чуть-то по плотину, не знаю, а вот такого... Ты действительно вырос. Ты понимаешь, зачем я этого хотела? Дети, укрепления, вот это вот все. И полгодика, наверное, отдохнуть гелем. Да, церковь. Честно говоря, я в растерянности, рисовать ли мне живопись и рисунок. Во-первых, я уже не потяну это, потому что уже поздно. А во-вторых, у меня очень мало зарядки на телефоне, у меня сейчас соседка придет с работы, и как бы большой свет уже не включишь, надо будет сеять только с лампой, а с лампой записывать в качестве света не очень хорошо будет, поэтому даже не знаю. Но, в принципе, я думаю, завтра у нас живопись, я схожу на живопись, и после живописи, возможно, я как раз-таки буду рисовать живопись мою-свою и рисунок. Кто не знает, я купила большой гигантский холст, потому что я делаю подарок моим родственникам. Две фигуры в полный рост, и чтобы не закосячить работу, она достаточно сложная будет, я сначала отрисовываю с зарисовки эскизы. Я сделаю эскиза 3 в цвете, и после этого, возможно, успокоюсь, какой-то лучший из них выберу, и уже буду делать на большом-большом формате. Посмотрим. Кстати, да, я купила все-таки льняное масло и разбавитель номер 1. Поясняю. Как я говорила в прошлом ролике, льняное масло мне нужно для того, чтобы покрывать холст перед началом работы, перед самым-самым началом работы. То есть, когда он еще полностью белый, когда ты начинаешь рисовать, краска ложилась лучше. Стекала ее, можно было подтирать салфеточкой, стирать какие-то линии, потому что если рисовать сразу по сухому холсту, она не будет стекать, и акварельный эффект будет не сделать, например, в подмалевке. Поэтому наношу масло не мое. А разбавитель мне нужен для того, чтобы мыть кисточки, например. То есть, у меня есть две масленки, называется это масленками. В одну из них я наливаю тройник. Он выглядит примерно вот такого же цвета, только на нем написано тройник. Тройником, собственно, я разбавляю масло, то есть, я его сюда наливаю, макаю кисть в краску, на палитре ее развожу, мешает цвет. И когда масса слишком густая или слишком сухая, я макаю кисть в тройник и как водичкой гуаз развожу. То есть, в принципе, та же самая схема, только водой вы, конечно, масло не разведете. И, собственно, этой жидкости, субстанции, нужно совсем очень сильно мало. Видите, какие маленькие баночки. Разбавитель я добавляю во вторую масленку. Когда кисточка у меня пачкается, так как масло очень густое и как бы просто прополоскать вот в этом маленьком количестве тройника не получится, я макаю аккуратно кисть в разбавитель и потом салфеточкой несколько раз снимаю масло, которое остается на кисточке, до тех пор, пока кисточка не станет более-менее чистой, чтобы при макании в следующий цвет она не дала грязь. Поэтому разбавитель, кстати, быстро кончается из-за этого, но в то же время, если это делать с тройником, он еще быстрее кончится, потому что тройник не совсем для этого был, наверное, придуман. Прикол тройника и разбавителя в чем? Вообще, некоторые пишут на разбавителя. В принципе, так делать можно. Есть, по-моему, четыре вида разбавителя. Вот я покупаю уайтспирит из скипидара. Еще для какой цели? Если вы запачкали одежду вдруг, ткань или еще что-нибудь, вы наносите разбавитель, вот конкретно мне больше всего вот этот нравится. Он не оставляет жирных пятен, никаких разводов. Вы наносите его, например, на ватный диск и этим ватным диском стираете, собственно, масло с одеждой, пока оно еще влажное, пока масло еще не высохло. Очень удобно. По крайней мере, скипидар, он вообще, по-моему, не оставляет разводов. Уайтспирит возможно, но если у вас останутся разводы именно от жидкости, а не от краски, вы спокойно идете стирать вещь в машинке, и разводы именно вот от этой жидкости, они уйдут, а краски не будет. То есть гениальное средство. Я так однажды пошла первый раз на пленэр, запачкала свое розовое платье синим цветом случайно, причем я уже собрала этюдник, все положила, все собрала и уже почапала домой. То есть я во время самого процесса написания этюда полинэра, я не запачкалась, а пока я шла домой, я умудрилась запачкать платье в нескольких местах синей краской. Это было фианское, вся расстроилась, и в итоге потом уже спустя дня два или три я узнала, что можно разбавителем смыть это все дело, и оно реально сработало из-за того, что я это сделала не сразу, там небольшие-небольшие пятнышки остались, но в целом их практически не видно. Если бы я это сделала сразу, то эффект, конечно, был бы лучше. И, собственно, некоторые пишут прямо на разбавителе, но проблема в том, что разбавитель жухнет. Так как разбавители отличаются составом, какие-то более сильно жухнут, какие-то менее. То есть я имею в виду, цвет теряет свою яркость-красочность во время высыхания. Плюс разбавители отличаются еще и по скорости высыхания масла, и нам вот преподаватель советует писать на тройнике. В тройник, по-моему, входит скипидар, лак и еще что-то, я не помню. И вот из-за лака многие жалуются, что кисточки потом быстро приходят в негодность, потому что лак, он заставляет их твердеть, и кисточки портятся. Но на самом деле я вот пишу уже, ну, точно вам не скажу сколько, но несколько месяцев так точно. И, в принципе, я как-то привыкла, и меня все устраивает. Поэтому я делаю так, как просит преподаватель. И реально от некоторых разбавителей цвет жухнет, особенно черный. То есть он становится не черным, а серым порой. Не то чтобы черный цвет надо использовать в работе, но на черном цвете это видно лучше всего. Так что я в одну масленку добавляю тройник, а во вторую масленку я добавляю разбавитель. Масло мы используем для того, чтобы покрывать работу перед, с самым началом. Я даже не поленюсь и покажу вам, как выглядит тройник наглядно, в принципе. Он по цвету будет примерно такой же, как и масло, только менее насыщенный. Так как его здесь очень мало, сложно заметить его цвет, но видно, что он немножечко желтоватый, непрозрачный. Он очень сильно здесь запачкан, это вообще не мой. Мне дала одногруппница, потому что я забыла о своем университете. Тихо. Да, вот он состоит из линяного масла, то есть вот этого. Из смолы какой-то, не знаю, что это такое. Из скипидара, который входит в состав разбавителя и спирта. Ну вот именно таким образом он будет выглядеть. Правда, он запачканный, но как бы масло, что вы хотели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 5, если не 6, то есть в принципе как бы, ну, здравствуйте, и вот за этот период новогодних праздников я еще килограмма 2 сверху докинула, ну, то есть в сумме получилось 5-6 килограмм, и что-то я так на себя посмотрела и подумала, что надо как-то с этой проблемой разбираться, то есть я изначально где-то весила килограмм 50, потом я сбросила в какой-то период, вот как раз полтора года назад, до 46 практически, ну, там вода была, поэтому вернулась до 47. Я думала, что 50 или 51, вот я точно не помню, это был мой самый большой вес в подростковом возрасте, и вот знаете, вот эту вещь в подростковом возрасте в основном, когда ты хочешь похудеть, и ты пытаешься, и ты через день, через два, если не на этот же, срываешься, и вот полтора года назад был первый момент мой в жизни, когда я реально взяла себя в руки и худела около месяца, то есть, ну, недели 3 я точно худела и сбросила вот килограмма 3-4, и с этого момента я с 6 докинула сверху, да, и так что никаких кофе, и при том даже, что я могу есть суши вечером, например, как я сейчас сделала, хотя мне кажется, ну, они не такие уж калорийные, если у тебя позволяет колораж, и если ты не ложишься через полчаса спать, то почему бы и нет, и в общем, вот я уже похвастаюсь вам, скинула, получается, где-то килограмма 2,5 или 3, потому что взвешивалась я первый раз дома, у нас весы с таким циферблатом, который еще непонятно, как и показывать, то больше, то меньше, и показывала где-то 52 с хвостиком, в общем, от 52 до 53, сейчас мой вес уже 49,7, чему я безмерно благодарна, себе, конечно, и я выдумала сегодня ночью купить вот этот прекрасный кофе, но сейчас вот я думаю, что если я рисовать особо так не буду, и скоро буду спать, то, наверное, я оставлю его на утро, хотя я припасла йогурт себе, очень вкусный, прям обалдеть, нереально советую, когда первый раз его попробовала, я была в восторге, и вот уже пару месяцев я время от времени его покупаю и кушаю, еще мне нравится с ягодками, которые красненькие, туда входит, по-моему, малина, возможно, клубника, или, не знаю, в общем, не помню, но там более такая бордовая красная этикеточка, еще я пробовала с манго, но с манго мне не так зашло, потому что вот здесь снизу, получается, идет начинка, и манго как будто бы в пюре растолкали, и мне эта консистенция не очень понравилась, я думала, будет кусочками, а вот этот просто 10 из 10, и вот этот вот мюсли сверху, он прекрасен, поэтому посмотрю, а завтра я буду пить кофе, так как йогурт и так, ну, я думаю, будет предостаточно, еще если я и кофе 3 в 1 выпью, 3 в 1 или не 3 в 1, почему, потому что это 3 в 1, 3 в 1, все верно, я не вру, ну, либо днем выпью, не знаю, посмотрим, в общем, обалденно, 10 из 10 рекомендую и йогурт, и кофе, супер, я, конечно, понимаю, что этот кофе не как в кофейнях, там по-любому бывает вкуснее, особенно какие-нибудь с пенками, с какими-нибудь карамельными начинками, еще уж чем-то бывает кофе, но я как-то, какое-то время была принципиально против пробовать кофе, потому что я боялась, что мне понравится, и я начну его пить литрами, я знаю, что оно плохо действует на сердце, хотя я тот человек, который любит есть чипсики, сухарики, всякие вредные штучки, мармеладки, как бы это все тоже очень вредно для организма, но при этом кофе я отказывалась пить, но так или иначе, любопытство берет вверх, я не отрицаю, что в ближайшем будущем я попробую, я уже пыталась, у меня были попытки, но мои вот недавние две попытки, ну, как недавние, на пределах года обвенчались, как это сказать, у меня кофе сделали какой-то горький, невкусный, сахар не положили, в общем, мне не понравилось, я рекомендую, 10 из 10, пока я чистила зубы, вспомнила, значит, еще кое-что, когда я заходила к одногруппнице, я у нее спросила, что вообще сегодня они делали в университете, и она мне рассказала, что они за пару по макетированию сделали просто 3 обычных куба, небольших, то есть, по сути, я сегодня вообще ничего важного не пропустила, по анатомии у меня было сделано больше всего еще с прошлого семестра, так что у нас работа, которую мы сейчас делаем, половину ее мы делали в прошлом семестре, и половину мы доделываем в этом семестре, и так получилось, что у меня, ну, как-то так очень быстро, хорошо прошло, поэтому там фигня будет доделать, по макетированию нам нужно сделать 2 вида кубов, и каждого вида от 2 до 5 или до 7 штук, ну, то есть, смотря по усмотрению, как оно будет располагаться в композиции, поэтому 3 они уже сделали, и вот оставшиеся им осталось, так что это мне надо будет просто сделать сегодня, ой, какой сегодня, у меня еще целая неделя, за неделю мне нужно будет делать кубы, и, в принципе, это все, что я пропустила. Обожаю такие дни, когда идти реально смысла просто нет, 3 кубика из бумаги, Карл, 3 кубика в университете высшего образования, 3 кубика. Ладно, я чищу зубки, монтирую их в ложек, и ролик с набросками, который выйдет уже завтра, для вас он уже вышел, но я не прощаюсь, завтра у нас будет живопись, и завтра начнется новый день. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Но я посчитала, здесь, по-моему, было тысяча, слушайте, тысяча калорий, тысяча там что-то сорок, плюс я еще выпила 0,5 липтона, нет, фьюсти, чая, и там еще было около 200 калорий, плюс с утра я поела еще где-то на 400 калорий, или на 200, точно вот не помню. И, в общем, вышло сегодня, где-то 1800, так что гуляем, пьем, кутим, собственно, поэтому я решила посмотреть фильм, чтобы, ну, как бы, я пыталась что-то найти на ютубе, интересненько, я обычно больше человек такой, который предпочитает ютуб, просто потому что там достаточно короткие ролики, то есть фильм это достаточно продолжительный такой ролик, как бы, да, можно сказать, и я не очень люблю такие длинные сюжеты, но я, хоть убейте, ничего не нашла, что мне было бы сегодня интересно, и, в общем, я решила, ай, ладно, короче, включаю фильм, давно хотела посмотреть, у меня там целый список сериалов висит, я хотела сначала Ганнибала начать смотреть, но в итоге что-то я не нашла его в обычном доступе, и я такая, фильм с Джонни Деппом, все и не тот, таково, как раз хотела посмотреть, и посмотрела. Посмотрела, правда, в говняном качестве, потом я узнала, что, оказывается, он есть на ютубе, не знаю, что по качеству, но я нашла какой-то еще отрывок короткий тоже на ютубе, там офигенное качество, то, что я смотрела, это, конечно, лучше смотреть в нормальном качестве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я ее покупила на арт-маркете, она мне так нравится безумно. И я вот все гадала, думала, это нарисовано карандашом или нет, потому что здесь текстура прямо-таки вот, например, вот у этого рисунка будто бы карандаша. И вроде как я зашла на паблик, если я не ошибаюсь, то да, это нарисовано в скетчбуке, причем на разных страничках, и потом это коллажом уже все в фотошопе там, или где это делали, я не знаю, и мы ее скомпоновали в одну такую композицию. И мне очень нравится, как, например, у того же Синикса, он не парится, он просто делает большое количество вот таких набросков, и потом целую кучу их выкладывает одним за другим. И мне кажется, это очень-таки красиво в ленте смотрится, только у него обычные вот такие различного вот такого рода, то есть без цвета в основном, простенькие, но смотрится это весьма круто, мне очень нравится, поэтому я думаю, блин, а почему бы у меня так не сделать? Стилизовать я вообще не умею, хотелось бы что-то такое поинтереснее делать, на самом деле, брать из головы какие-то фигуры. Так что вот если заполнить весь вот этот вот блокнотик большой, тут я писала песню Меркьюри, и вот если весь такой блокнотик вот так заполнить, мне кажется, было бы очень круто, очень хорошо для скилла, и даже визуально, мне кажется, это очень красиво выглядит. А еще мне очень нравится эта коробка от пиццы, она слишком офигенно выглядит, что мне даже ее выкидывать не хочется. Очень стильно, конечно, сделали, это просто коробочка от пиццы. Блин, класс, мне нравится. Еще случайно вам сняла рисунки не в 4К, а в 1080? Сейчас я говорю не про ускорение, а про то, что я вам показывала. Теперь покажу вот так, чтобы более понятно было. что я делаю, как я делаю, здесь. А на этом я буду заканчивать влог, надеюсь, что он вам понравился. Буду рада вашим комментариям, актива на канале, ставим пальцы вверх. А на этом всем спасибо, всем добра и до скорых встреч! Целую!